Это вечерние новости на RTN в студии Артем Андросов. Коротко о главных событиях к этому часу расскажем прямо сейчас. Группа американских конгрессменов от обеих партий представила в Палате представителей законопроект по расширению полномочий федеральных и местных властей по обнаружению и уничтожению беспилотников, которые могут представлять угрозу безопасности. Демократы Криси Хулахан и Трой Картер и республиканцы Майк Галлахер и Майк Джексон представили законопроект, который позволяет федеральным и местным правоохранительным органам и операторам критической инфраструктуры использовать технологию обнаружения дронов. Этот законопроект также дает полномочия администрации транспортной безопасности США активно защищать транспортную инфраструктуру от угроз, связанных с беспилотниками. Конгрессвумен от штата Пенсильвания Криси Хулахан, представляя законопроект, отметила, что толчком к его разработке послужили опасения в связи с возможностью использования дронов во время крупных мероприятий, таких как президентские инаугурации, а также спортивных событий высокого уровня, таких как суперкубок и Олимпийские игры. Законопроект также предусматривает создание новой пробной программы, позволяющей ограниченному числу федеральных и местных правоохранительных органов уничтожать дроны, представляющие угрозу. В Сенате похожий законопроект был представлен в мае. Белый дом и американские спортивные организации с 2022 года настаивают на расширении полномочий по обнаружению и уничтожению опасных беспилотников. Торговая палата США, Национальная футбольная лига, Национальная бейсбольная лига и другие организации заявили в письме к законодателям, что без расширения полномочий аэропорты США и спортивные мероприятия подвергаются существенному риску от злонамеренного и несанкционированного использования дронов. Напомню, что 5 июня в международном аэропорту Питтсбурга был замечен беспилотник, из-за чего на короткое время были прерваны полеты пассажирских самолетов. В сентябре 2022 года беспилотник проник в запретную для полета в зону возле Белого дома, что привело к эвакуации людей с северной лужайки Белого дома. В 2022 году Министерство национальной безопасности США заявило, что с 2021 года официальные лица сообщили о почти 2000 случаях обнаружения беспилотников вблизи американских аэропортов, включая случаи вторжения на территорию аэропортов почти каждый день. События минувших выходных породили на рынке опасения по поводу возможных перебоев в поставках российской нефти. Цены на нефть выросли в понедельник после того, как попытка мятежа наемников из ЧВК «Вагнер» в минувшие выходные вызвала обеспокоенность рынков по поводу политической нестабильности в России. Фьючерсы на нефть марки Brent и на американскую нефть марки WTI выросли в понедельник на 0,4%. Brent торговалась на уровне 74,12 центов за баррель, в то время как WTI выросла на 28 центов до 69 долларов 44 центов за баррель. Вооруженный мятеж вызвал вопросы о силе власти президента Владимира Путина и породил опасения по поводу возможных перебоев в поставках российской нефти. Консалтинговая компания «Райстед Энерджи» заявила поздно вечером в воскресенье, что не ожидает значительного роста цен на нефть в связи с конфликтом между Вагнером и Путином. Между тем аналитики писали об опасениях того, что Путин может ввести в стране военное положение, что не позволит рабочим появляться в крупных портах погрузки и на энергетических объектах, и может остановить поставки миллионов баррелей нефти, предназначаемой на экспорт. Правоохранительные органы и ритейлеры расследуют серию угроз применения бомб в отношении магазинов розничной торговли, об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Ритейлеры, включая крупных операторов торговых сетей Крогер, Уолмарт, Амазон и Whole Foods, в последнее время получали телефонные сообщения о заложенных в их магазинах бомбах. Некоторые звонившие требовали выкуп в форме подарочных карт, биткоинов или денег и угрожали взорвать бомбы, если платежи не будут проведены. Представитель компании Крогер подтвердил подозрительную активность в нескольких своих локациях, добавив, что компания сотрудничает с местными правоохранительными органами и ФБР, чтобы расследовать подобные угрозы, которые получили многие магазины в стране. Угрозам подверглись точки от штата Нью-Мексико до Висконсина. Так, одна из сотрудниц сообщила, что ей позвонил неизвестный, потребовавший перечислить ему деньги. Звонивший добавил, что если женщина сообщит об этом в полицию, будет взорвана бомба. Аналогичный инцидент произошел в пригороде Чикаго, где звонивший сообщил сотруднику супермаркета Whole Foods Market, что в магазине заложена бомба, которая взорвется, если ему не будут перечислены 5000 долларов в биткоинах. Газета также сообщила, что пока неизвестно, следует ли считать эти угрозы организованной компанией. В Нью-Йорке произошло еще два пожара из-за литий-ионных батарей. За последние четыре дня в Манхэттене зафиксировали еще два возгорания в одной и той же мастерской электровелосипедов, причиной которых стали литий-ионные батареи. 20 июня в штаб-квартире e-bike repair вспыхнул пожар, в результате которого четыре человека погибли и двое получили тяжелые ранения. 22 июня вечером на место снова вызывали пожарных. 23 июня они приняли участие в тушении третьего возгорания в мастерской. Члены пожарного департамента Нью-Йорка расчищали магазин до начала последнего пожара, убирая поврежденные велосипеды, обгоревшие батареи и другой мусор. Жителям Нью-Йорка следует звонить и сообщать, если они видят аккумуляторы, которые заряжаются на расстоянии менее 90 сантиметров друг от друга, или когда на зарядке находятся более пяти аккумуляторов одновременно, используются несколько удлинителей. Им также нужно сообщать об аккумуляторах, которые выглядят как подделки, сказали в пожарной охране. Представители службы обещают незамедлительно реагировать на эти сообщения. Они также отмечают, что в мастерской по ремонту электровелосипедов нарушения были обнаружены еще в 2021 году. В прошлом году владельцы организации получили несколько повесток. Устроивший расстрел в гей-клубе в Колорадо 23-летний Андерсон Ли Олдрич приговорен к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения после того, как признал себя виновным в убийстве пяти человек во время массовой стрельбы в ночном гей-клубе в Колорадо Спрингс в 2022 году. 19 ноября 2022 одетый в бронежилеты и вооруженной винтовкой и пистолетом, Олдрич открыл огонь в ночном клубе «Кью». Он застрелил пять человек и ранил еще 19, прежде чем его остановили посетители клуба. В соответствии с соглашением о признании вины, судья приговорил Олдрича к пяти пожизненным срокам подряд по обвинению в убийстве, а также к более чем двум тысячам годам дополнительного тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство. Ваши действия отражают глубочайшую злобу человеческого сердца, сказал судья, а злость почти всегда рождается из невежества и страха. В Колорадо смертная казнь была отменена в 2020 году, однако Олдрич все еще может быть приговорен к смертной казни в суде федерального уровня. Официальное обвинение Олдричу было предъявлено еще 6 декабря прошлого года, однако тогда он не признал свою вину. Олдрич уже ранее был известен правоохранительным органам, его арестовывали в июне 2021 года. Его мать сообщила, что сын угрожал взорвать бомбу и причинить ей вред с помощью разных видов оружия. На железнодорожном мосту, пересекающем реку Йеллоустоун в округе Стилуорер, штат Монтана, сошел с рельсов поезд. Мост рухнул, несколько железнодорожных вагонов оказались в реке. Водоочистные сооружения в Лорел, Биллингс и Локвуд, а также компании, занимающиеся оросительными каналами, ввели чрезвычайные защитные меры, включая закрытие главных ворот из-за возможного разлива опасных веществ в реку Йеллоустоун в округе Стилуорер. Департамент рыболовства, дикой природы и парков края попросил лодочников избегать этого района. Офис шерифа сообщил, что пострадали 8 железнодорожных вагонов, содержащих битум и второе вещество, над подтверждением которого работают официальные лица. В битуме полный букет канцерогенов, они имеют большой молекулярный вес и из нефти практически полностью переходят в самую тяжелую фракцию перегонки битум. В пресс-релизе официальных лиц говорится, что округ просит жителей экономить воду. Пока что сообщений об угрозе жизни или имуществу в округе Йеллоустоун нет. Власти просят всех держаться подальше от районов вокруг железнодорожного моста через реку Йеллоустоун, расположенного вокруг Ридпоинт. В Техасе пассажирка застрелила водителя Uber. Ей показалось, что ее похитили и везут в Мексику. 48-летняя Фиби Копос сейчас находится в тюрьме в Иль-Пасо, штат Техас. На прошлой неделе ей предъявили обвинение в убийстве 52-летнего Даниэля Педро Гарсии. Копос якобы застрелила Гарсию на трассе 54, когда он вез ее в пункт назначения в Мишну-Вэлли в Иль-Пасо. В какой-то момент во время поездки она подумала, что ее везут в Мексику и застрелила Пьедру. Расследование не подтверждает, что имело место похищение или что Гарсия отклонился от маршрута. Женщину арестовали и первоначально обвинили в нападении с отягчающими обстоятельствами, повлекшем за собой серьезные телесные повреждения. После смерти Пьедры Копос предъявили обвинение в убийстве. Суд назначил ей залог в полтора миллиона долларов. Полиция утверждает, что перед тем, как позвонить в 911, Копос сфотографировала раненого Пьедру и отправила это фото своему парню. Компания GoFundMe, организованная семьей Пьедры, сообщила, что он был их единственным кормильцем и только недавно снова начал работать после травмы на предыдущей работе. Сейчас прервемся на короткую рекламу на RTN, после нее вернемся и продолжим выпуск.